Новый шаг в сторону высоких технологий начинается именно здесь. Из этих прозрачных преформ получается около 2,5-3 тысяч километров тончайшего оптоволокна. Его создают из кварцевого стекла. Здесь, можно сказать, сердце нашей башни вытяжки. Здесь находятся индукционные печи, в которых находится заготовка. Здесь начинается непосредственно процесс вытяжки оптического волокна. Заключается в следующем. Заготовка погружается в печь, расплавляется под высокой температурой, где-то порядка 2000 градусов. И под воздействием силы тяжести и вращающихся механизмов тянется вниз до первого этажа. Сейчас на предприятии приступили к производству нового оптического волокна G654E, который поможет обеспечить высокоскоростным интернетом всю Россию. Его будут выпускать для масштабного телекоммуникационного проекта Ростелекома по строительству новой трансевразийской волоконно-оптической линии связи. Она охватит всю страну от Калининграда до Находки. Стратегическое партнерство с крупнейшим в России поставщиком цифровых услуг – это новая веха развития нашего актива в соответствии с стратегией, утвержденной в Роснано. Мы стремимся к тому, чтобы наши активы перерастали не только технологическими компетенциями и производственными мощностями, в том числе для замещения продукции, которая ранее импортировалась, но захватывали новые рыночные ниши и формировали стратегические партнерства с ключевыми участниками рынка. Проект ТНЕКС, в котором участвует ОВС – это инвестиции в глобальную информационную логистику. И этот проект носит не только инфраструктурный, но и также социальный эффект. Ведь благодаря продукции нашего завода, отечественной продукции ОВС, будут протянуты линии ВОЛС через всю территорию Российской Федерации, от западных до восточных границ. И жители России получат доступ к высокотехнологическим и, главное, высокоскоростным информационным услугам. Для первого и единственного в стране завода по производству оптического волокна это серьезный шаг, к которому компания шла несколько лет. Потребовалась определенная переналадка производства, дополнительные эксперименты. В итоге команде завода удалось создать уникальный материал, который по своим показателям и качеству превосходит зарубежные аналоги. Улучшенное одномодовое оптическое волокно с сердцевиной из чистого кварца позволяет с минимальными потерями передавать данные на большие расстояния. Материал идеален для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями. У него есть два свойства, которые принципиально отличают его от повседневных обычных волокон. Волокна 652 это более низкое затухание, это позволяет передавать сигнал на большее расстояние, либо с более высокой скоростью, либо делать участки без регенерации длиннее. И второе это площадь пятна, в котором передается сигнал в этом волокне, она позволяет больше объем информации передавать по этому волокню. Оптическое волокно марки G654E применяется в России впервые. Для строительства трансевразийской волоконно-оптической линии связи в Мордовии изготовят порядка 1 миллиона километров оптического волокна. Специалисты завода оказывают поддержку на всех этапах реализации проекта. От производства оптического волокна до строительства волоконно-оптических линий связи и их эксплуатации. Сырье для производства поступило на завод и в настоящее время идет производство продукции, которая будет далее поставлена на кабельные заводы и уже как кабель оптоволоконный будет участвовать в прокладке сетей. Несмотря на масштаб проекта, завод продолжает выпускать и основную линейку продукции. Мощность в 4 миллиона километров оптоволокна в год это более чем позволяет. Компетенция специалистов тоже. Инженерный состав завода формируют выпускники университета имени Огарева. Компания активно сотрудничает с ВУЗом в направлении подготовки кадров. В 2022 году при участии завода образована базовая для предприятия кафедра фотоники. А на базе научно-учебной лаборатории, Института наукоемких технологий и новых материалов планируют осуществлять перспективные исследования в области волоконной оптики. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.